Зазернуть у катакомбы Майонтка Ваньковичева или докрануться до особистых речей у графа Чапского. Столичные аматры гисторы самостоянно распрасывали экскурсийный маршрут по Минской области. Подчас подорожа удельники тура наведают везку Прылуки, где некольки же у графа Чапский и зазернуть садибу Ваньковичева, которая сейчас закрыта на реставрацию. Но незвычайно экскурсию делать иначе. Кроме профессийных гисториков, гидами для туристов установятся и мясовые жахары. Ян Пашкевич протягнет им. Гэта подорожа по самобытных белорусских мястинах стала для Юлии Герасимени уже сёмым за опошние полгода. У багатую скарбницу гисторы подорожник-аматар у першыню зазернула дзякующийся брам. Яны самостоянно организовывают поездки по новоколле столицы. Маршруты складают загадя. Очень интересные места, подобранные. Плюс это довольно-таки близко от Минска. Ну и места довольно-таки интересные со своей историей, со своими какими-то определенными, я бы даже сказала, может быть, какими-то сказочными моментами. Клуб аматоров подорожа упочинался с десяти человек. Усены прагнули вандровок по старожитных мястинах. Сёняш экскурсии импровизации сбирают целый автобус. Таких же апонтанных туристов. Почас подорожа скрыть сагозди. Группу сопроводжает экскурсовод. А летчасом роль угидов выконвают и мясцовые жахары. Одна из наших особенностей ещё в том, что мы не просто путешествуем, смотрим объекты. Мы стараемся ещё, например, общаться с местными жителями, со священниками. Если посещаем какой-то храм, костёл, либо церковь, священники тоже могут что-то интересное рассказать. Это тоже нас отличает от турфирм. И это всегда интересно. Таким чином увёз Цыпры-Луки по майонтку графа Чапскага у минулым градоначальника Минска. Экскурсии провёл директор института Аховы Раслін. Установа зараз находится у будинку былого старожитного палаца. Один спакоев наватадвяли под куток музея былого господара сядибы. У нас есть воспоминания одной из офицеров из семи Чапских, который находился во время войны в плену. Есть у нас вариант денег, которые выпускались на этой территории, где управлял граф. Шукальникам пригота трымалась наведать и закрытую для звычайных туристов сядибу Ваньковича у Смиловича. Был и майонток зараз на рестаурации. Археологи-аматеры за довольнением продемонстровали свои раритетные находки. Зараз от палаца засталися только стены. Алена Ватьяны заховывают историю старожитного рода. Например, вот на этом памятном камне есть автограф маэстро-будовника палаца. Надпись «Ледвибачная», но тут прочитывается 17 липня 1794 года. Час закончения будовництва в этой частке майонтку. Клуб «Подорожник» ладить вандровки по старожитных мястинах каждый месяц. Маршрут распроцовывают суместно, а потом рыхтуются отповедную программу. Кожная экскурсия обовязково заканчивается фото с провоздачей. Лепшие фотосдымки с часом объеднают у адмысловую онлайн-энциклопедию «Истории Беларуси». Ян Пашкевич и Виктор Борисов. Агентство «Телиновин». Продолжение следует...